Здравствуйте, это программа «Итоги от Голоса Америки» на канале «Настоящее время» Вашингтонской студии Рафаэль Сааков. Смотрите в ближайшие полчаса. Атакамс идут в атаку. На фоне утверждения Конгрессом США и подписания президентом Байденом закона о предоставлении дополнительной помощи Украине, стало известно о том, что первая поставка ракет большой дальности уже была осуществлена. Причем секретно. Обсуждаем с приглашенным экспертом Атлантического совета Мелиндой Херинг и главой Киевского института американистики Владиславом Фарапоновым. А также с санкциями по карманам Путина, что позволяет российским властям до сих пор подпитывать свою военную машину. Анализируем архитектуру западных санкций за войну России в Украине и дальнейшие шаги с гостем Вашингтонской студии «Голоса Америки», членом рабочей группы по санкциям российским экономистом Сергеем Гуриевым. Итак, президент США Джо Байден в среду подписал законы об оказании международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, которые были ранее утверждены Сенатом и Палатой представителей. Именно разногласия в Нижней Палате Конгресса США на протяжении последних месяцев не позволяли добиться передачи нового пакета вооружений Киеву, который испытывал все большую нехватку военной техники и боеприпасов на передовой. В итоге спикеру Палаты представителей Майку Джонсону все же удалось заручиться необходимым количеством голосов в рядах республиканской партии. Большинство представителей которой выступили против законопроекта о помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларов в ее итоговом виде. Президент США Джо Байден в своей речи после подписания документа подчеркнул, что включенные в него вооружения должны были поступить намного раньше, и поэтому сейчас необходимо действовать быстро. Я гарантирую, что отправка вооружения начнется немедленно, буквально через несколько часов. Всего несколько часов мы начнем отправлять вооружение в Украину. Зенитные ракеты, артиллерийские установки, ракетные системы и бронированные транспортные средства. Этот пакет – это буквально инвестиция не только в безопасность Украины, но и в безопасность Европы и нашу собственную безопасность. США не действуют в одиночку, это очевидно. Наши союзники в Европе и по всему миру постоянно спрашивают меня, встанем ли мы на защиту, не собираемся ли мы уйти. Они также направляют значительную помощь в Украину. Мы демонстрируем сплоченность против этого жестокого диктатора. Я постоянно подчеркиваю в течение этих месяцев, это непосредственно в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. И сразу после церемонии Пентагон объявил о содержимом первой партии, которая будет направлена Украине в рамках нового закона. В общей сложности это уже 56-й транш оборудования, он оценивается в миллиард долларов и в него, среди прочего, войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для Хаймарсов, БМП, Брэдли и противотанковые системы Дживелин. В тот же день Госдепартамент США подтвердил, что по прямому указанию президента администрация уже поставила Украине в последние недели ракеты большой дальности Атакамс в рамках пакета американской помощи, утвержденного Байденом еще 12 марта. И не объявляли об этом, чтобы, цитата, «обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе». Более того, по данным источников, тайные поставки Атакамс уже позволили Украине впервые применить их по целям в аннексированном России и Крыму на прошлой неделе, речь о военном аэродроме в Джанкуе. Причем возможность передачи этих ракет 300-километрового радиуса действия в Украине была включена отдельным пунктом уже в новый закон, утвержденный Конгрессом. О краткосрочном и долгосрочном влиянии американской помощи на противодействие российской агрессии в Украине мы поговорили с приглашенным экспертом Вашингтонского Атлантического Совета Мелиндой Хэринг. Итак, Мелинда, сейчас, когда президент Байден подписал закон о помощи Украине, что вы можете сказать о том, насколько длинным оказался весь этот путь и насколько важно, что в конце концов и Палата представителей, и Сенат поддержали документ? Решение Конгресса и решение президента Байдена направить Украине дополнительную помощь имеют большое значение. Ситуация в Украине сейчас тяжелая. Война продолжается и кажется, что ей нет конца. Поэтому такое решение поддержит людей и мотивирует их продолжать сражаться и продолжать отстаивать Украину. В качестве примера, Рафаэль, я видела, как украинские повара готовят праздничные обеты для солдат на передовой. Я видела, как солдаты на передовой снимали видео с благодарностями членам Конгресса. Они понимают, что ставки велики. Если бы Конгресс не сделал это, Украина проиграла бы войну к концу этого года. Как отметил президент Байден в своей речи, это хороший шаг не только для Украины, но и для Америки, Европы, и сделает мир безопаснее. Что это значит для тех людей здесь, в США, которые все еще сомневаются в необходимости помогать Украине? Есть незначительное меньшинство законодателей внутри республиканской партии, которые высказываются очень громко и критикуют оказание помощи Украине. Но я не думаю, что эти люди на самом деле понимают, насколько высоки сейчас ставки. Если Украина потерпит неудачу, это означает, что будут последствия, и что Владимир Путин сможет сделать все, что захочет. Это означает, что Си Цзиньпинь и Китай смогут делать все, что захотят. Это даст зеленый свет всем авторитарным лидерам, и это будет угрожать нашим партнерам в Европе. В таком случае система европейской безопасности изменится фундаментально, если Украина падет. Таков мой ответ скептикам. И это также ослабит нас, как нацию. В конце концов, Америка – это ценности, и мы всегда выступали против геноцида, пыток, убийств детей, христиан, меньшинств. И я попросту не понимаю, как можно выступать против помощи Украине. Это наиболее ясный с точки зрения морали вопрос, с которым я когда-либо сталкивалась, Рафаэль. Президент Байден также подчеркнул, что принято решение приступить к отправке вооружения в Украину уже в эти выходные. Как быстро, по-вашему, Украина может получить все необходимое, и какое влияние это может оказать на поле боя? Министерство обороны заранее спланировало оказание нашей помощи, и поэтому большая часть этой помощи уже доступна. Она была заранее размещена в Польше и в целом в Европе. И как только президент подписал закон, эта помощь начала доставляться в Украину. Украина будет ощущать ее последствия незамедлительно. В течение многих месяцев существовала значительная нехватка боеприпасов. Мы видели соотношение вооружений 7 к 1, 8 к 1, 10 к 1, в зависимости от того, на каких позициях находятся украинские военные по сравнению с российскими. Украинская сторона проигрывала в числе вооружений, и они действительно ощущали это на поле боя. И они чувствовали себя брошенными на произвол. Но сейчас эта помощь изменит эти соотношения. Уравняют ли они их в количественном соотношении? Я не думаю. Но, по крайней мере, даст им шанс отвечать и удерживать позиции. Трех- и четырехзвездные генералы, с которыми я общалась, Рафаэль, говорят, что ракеты «Атакамс» позволяют Украине наносить удары за линии фронта противника. В частности, наносить удары по логистике, а также дают украинцам возможность угрожать Крыму. Мы все помним, что Россия аннексировала Крым в 2014 году, и способность Украины вернуть Крым является решающей с точки зрения победы. И мне бы хотелось увидеть, как американские «Атакамс» бьют по Керченскому мосту. Не знаю, входит ли это в планы, но это был бы отличный день. Считаете ли вы, что после утверждения нынешнего законопроекта за ним последуют новые пакеты помощи Украине, когда они могут поступить на рассмотрение в Сенат и Палату представителей, и что еще может войти в них? Текущий пакет, который был только что принят, должен помочь Украине в ближайшие 6-12 месяцев. Я не знаю, будет ли принят еще один пакет, учитывая наши внутриполитические дела в США. Сейчас апрель 2024 года, а в ноябре у нас президентские выборы. Наша внутренняя политика может стать еще более непредсказуемой. Конгресс, как мы увидели в случае с законопроектом об Украине, крайне нефункционален. Я думаю, что более важное послание, Рафаэль, заключается в том, что Европе не следует впадать в спячку. Европа должна проснуться и начать производить боеприпасы в тех масштабах, в которых украинцы используют их. Даже несмотря на то, что решение Конгресса предоставляет всем нам чуть больше времени, в следующие 6-12 месяцев, Европа должна действовать решительно, иначе ее будущее окажется в большей опасности. И в завершении, какой сигнал направляет этот новый пакет украинской помощи к Кремлю, и какой реакции, по-вашему, следует ждать от Владимира Путина в ближайшие недели или месяцы? Рафаэль, нам не стоит даже удивляться. Достаточно взглянуть на российские газеты. Российская пресса называет спикера Джонсона предателем. Они чертовски злы. Они ожидали, что Конгресс будет настолько поглощен всеми спорами, что не сможет принять этот законопроект. Я думаю, однако, что общая картина такова, что Путин тянет время. В 2022 году он вторгся в Украину, потому что думал, что Запад слаб, и что он сможет пересидеть нас в том, что касается времени. И решение Конгресса на этой неделе показывает, что ему это не удастся, и что наша решимость сильна, и мы должны сохранить эту силу и единство прямо сейчас. Как в самой Украине восприняли получение ракеты «Атакамс», а также их применение, которое украинские власти пока официально не подтверждают, в комментарии для программы «Итоги» рассказал глава Киевского института американистики Владислав Фарапонов. В целом, лично мне кажется, что, наверное, на этой неделе пока не сильно заметили, даже в украинском пространстве, или как минимум не сразу заметили эту новость, потому что все уже так пристально, и политики, и журналисты следили за голосованиями сначала в Палате представителей, потом в Сенате, что уже все стали экспертами по американской внутренней политике, скажем, и, наверное, не сразу даже вообще поняли, а как такое возможно, а что это означает и так далее. То есть я даже допускаю, что, наверное, не все поверили, что это правда, наверное, потому что на фоне новостей, что, по сути, полгода Украина ждала помощь от Соединенных Штатов, то эта новость, она как-то была такая абсолютно там из ряда вон выходящая. Поэтому, конечно, это позитивный сюрприз, и это, я думаю, вот с политической точки зрения, потому что все-таки это тоже очень важный сигнал. Это, по сути, возвращает доверие к администрации Байдена касательно вопроса, а хочет ли администрация Байдена, чтобы Украина выиграла. То, что в том пакете помощи для Украины предусмотрено, что Соединенные Штаты могут предоставить эти ракеты, но президент может этого не делать. Если обоснует это нескольким комитетом, то, конечно же, это воспринято было как вероятность. Но поскольку это уже действительно случилось и было подтверждено и с американской стороны, то, конечно, это, что называется, возвращает и веру в администрацию. Ну и политически, конечно, посылает важный сигнал и другим странам, которые тоже рассматривают разного рода помощь для Украины. Даже если именно эти ракеты будут использованы, я не думаю, что прям сразу там будет подтверждение от украинских военных или от украинских властей. Все-таки была избрана абсолютно другая такая информационная тактика касательно использования разного рода таких новых вооружений, или которые там Украина сама производит, или же те вооружения и ракеты, которые Украина получает от западных партнеров, в том числе и со стороны Соединенных Штатов. То есть сначала идет поиск целей, потом уже идет отработка по ним, и только потом об этом через какое-то время, скажем, там какой-то топ-спикер, а еще лучше президент сообщает уже как о таком факте, который там случился месяц назад или более того. То есть для того, чтобы как минимум не помогать России в этом плане, чтобы не давать им повода, опять же, или же обвинять Украину, или же украинских партнеров в том, что они там предоставили определенный вид вооружения, и что этот вид вооружения был использован, в принципе, против какой-то конкретной цели. И уже в пятницу по итогам встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявила о заключении контракта на 6 миллиардов долларов с американскими компаниями на производство оружия и боеприпасов для Украины, включая системы ПВО Патриот. Также в счет утвержденного на этой неделе законопроекта, но уже не на сиюминутные, а на долгосрочные нужды Украины. Закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, одобренный Конгрессом и подписанный Джо Байденом, предусматривает также возможность конфискации активов Центробанка России и продажи замороженных российских резервов, подвергшихся аресту, с целью использования вырученных средств для помощи Украине. О том, что замороженные российские деньги будут важнейшим источником и ресурсом для восстановления Украины, в интервью в программе «Итоги» заявил член антивоенного комитета России экономист Сергей Гуриев, который входит в международную рабочую группу по российским санкциям на базе Стэнфордского университета. Гуриев, который сейчас является проректором Парижского института политических исследований, покинул Россию под угрозой ареста еще в 2013 году, а в прошлом году был внесен Министом РФ в список так называемых иностранных агентов. Сейчас в России вас кремлевская пропаганда в частности представляет чуть ли не архитектором российских санкций, антироссийских санкций в группе Макфола в Стэнфордском университете. Что можете рассказать о своей роли в разработке санкций западных против России? Я считаю, что это очень важная работа. Чем меньше у Путина будет денег, тем скорее кончится эта война, тем меньше погибнет украинцев, тем меньше будет разрушенных украинских городов и это будет хорошей новостью и для мира, и для России. Россия будет возмещать ущерб украинцам и с этой точки зрения каждый выпущенный Путиным снаряд по Украине это удар в том числе и по будущему россиян, и по их карманам. Поэтому работа в группе Макфола это очень важная работа. Я как экономист, который понимает, как устроена российская экономика, стараюсь помочь западным правительствам нанести Путину, путинскому бюджету, путинской военной машине, как можно более чувствительный ущерб. Для меня это мой долг, как гражданина и патриота России. Какие-то вещи у нас получились, какие-то не получились. Нефтяные санкции были введены поздно. Мы с самого начала писали и говорили о том, в том числе публично, что необходимо ввести санкции против путинских нефтедолларов, путинских нефтедоходов. В конце концов эти санкции были введены. Да, Путин продолжает продавать нефть, но он продолжает продавать нефть с дисконтом. И в этом смысле он недополучает по некоторым оценкам, в том числе по оценкам вашингтонских исследовательских центров, примерно он недополучает 50 миллиардов долларов в год. Это большая сумма. Напомню, что Путин сейчас уже чувствует, что у него кончаются деньги и собирается поднимать налоги. И это в том числе следствие того, что мы работаем над тем, чтобы ограничить его доступ к западным технологиям и к нефтедолларам. С моей точки зрения, санкции это необходимая вещь для того, чтобы уменьшить количество денег в карманах у Путина. Чем больше у Путина денег, тем больше он наймет солдат, тем больше он купит иранских дронов и северокорейских снарядов, тем больше он убил украинцев. Вот вы говорите, что Путин все равно получает, хоть и недополучает, но это не мешает ему подпитывать вот эту военную машину. Что может произойти, что должно произойти, чтобы Путин перестал, условно говоря, подпитывать эту военную машину и остановил войну? Да, иногда говорят, смотрите, вы разрабатываете какие-то неправильные санкции. Вы разрабатываете санкции, а война продолжается. Ответ на этот вопрос такой. Нужно сравнивать не то, что происходит с тем, что мы бы хотели, чтобы происходило, а нужно смотреть на то, что происходит с санкциями, и что бы было, если бы санкции не были введены. Представим себе, что после 24 февраля 2022 года не было бы введено новых санкций. У Путина было бы бесконечное количество денег в его резервах, в Суверенном фонде, в фонде национального благосостояния. У него был бы неограниченный доступ к западным военным технологиям. Безусловно, ситуация на поле боя была бы совершенно другой. Вполне можно представить себе сценарий, при котором в течение нескольких месяцев Путин бы просто выиграл эту войну. Войну он не смог выиграть, в том числе и потому, что ему трудно покупать западные микропроцессоры, и у него меньше денег. Что касается того, при каких условиях эта война будет остановлена. Я думаю, что в той или иной степени Путин будет продолжать эту войну, пока он жив, пока он в Кремле. Но чем меньше у него денег, как я уже сказал, тем меньше погибнет украинцев. В какой-то момент вполне возможно в России сменится режим, потому что Росгвардия возмутится тем, что им мало платят. Или Росгвардия откажется стрелять в пенсионеров, которые выйдут на улицы, а пенсионеры выйдут на улицы, потому что их пенсии потеряют свою покупательную силу. Но предсказать это очень трудно. Но чем меньше у Путина денег, тем вероятнее смена режима. Но в целом до смены режима Путин будет продолжать эту войну. Но вот то, что российская экономика остается пока еще на плаву, за счет каких рычагов, на ваш взгляд, все-таки это происходит? И какие рычаги еще Западу следует задействовать, которые еще не были задействованы? Российская экономика находится действительно в устойчивом состоянии. При этом иногда говорят, смотрите, вы предсказывали, что она рухнет. Надо понимать, что санкции были беспрецедентными. И паника на рынке была беспрецедентной в марте 2022 года. И все экономисты, включая российские власти, сами российские власти, предсказывали, что падение российской экономики будет 8 или 10% в 2022 году. Это были официальные прогнозы, в том числе российской власти. Эти прогнозы не оправдались. Эти прогнозы были сделаны, в том числе и потому, что мы находились в беспрецедентной ситуации. Никогда такого размера экономика не сталкивалась с такого рода санкциями. Тем не менее, она вышла из этой ситуации, в том числе не только потому, что в российском центральном банке были компетентные люди, но в том числе и потому, что Путин резко закрутил гайки с точки зрения репрессивной машины. Надо понимать, что если бы вы до войны спросили меня, что будет, если Сбербанк скажет, извините, ваши вклады заморожены, вы не сможете взять свои валютные вклады, я бы сказал, люди выйдут на улицу. Но люди не вышли на улицу, потому что в первые же дни Путин сказал, вы выйдете на улицу, вы проведете действие в тюрьме. В целом, когда мы говорим, что нужно ввести санкции против российской атомной промышленности, алмазной промышленности, все это не так важно по сравнению с притоком нефтедолларов и обходом технологических санкций. Путину по-прежнему нужны западные технологии. Мы по-прежнему видим, что в сбитых Украиной ракетах находятся западные компоненты. Путин покупает их через третьи, четвертые, пятые страны. И Запад, начиная с декабря, обращает на это внимание. Есть специальный указ президента Байдена. И мы знаем уже, что китайские, даже китайские банки перестают проводить платежи для российских контрагентов. Это очень важно, потому что то, как Путин покупает швейцарские, немецкие технологии, это очень сложные цепочки. Мы видим журналистские расследования, что эти технологии проходят через Европу, Кипр, Эмираты, Турцию, Казахстан, Киргизстан, Китай. И остановить эти цепочки очень важно. Удлинить эти цепочки тоже важно, чтобы это было сложнее и дороже. И медленнее. И медленнее, совершенно верно. Это действительно спасает жизни. Санкции, наверное, предотвратили десятки войн. Другие режимы не начинают войны, потому что они знают, что будут введены санкции. Но когда санкции уже вводятся, когда война уже началась, санкции необходимо ввести, чтобы следующий агрессор знал, что демократические страны будут вводить санкции. И в этом смысле эти санкции неизбежны. Грубо говоря, китайские бизнес-элиты, глядя на российские бизнес-элиты, должны понимать, что если Китай будет делать что-то такое же ужасное, то вот эти китайские бизнесмены не смогут ездить по всему миру, и их яхты будут арестованы. — Насколько, на ваш взгляд, за эти два года был в итоге, именно к нашему, к нынешнему этапу, был изолирован Владимир Путин? Достаточно ли он изолирован от Запада, от вообще коммуникации, общения с западным миром? Или этого недостаточно, и нужно, чтобы вообще изоляция была максимальной, и только тогда это поможет, условно говоря, как-то повлиять на Путина и остановить войну? — Мы живем в мире, где, грубо говоря, санкционная коалиция, Запад и его союзники не составляют подавляющее большинство. Да, в ООН за Путина голосуют буквально несколько стран, но многие страны воздерживаются, многие страны не присоединяются к санкциям. И что бы мы ни делали, Путин не будет полностью изолирован. По целому, ряда причин. И в том числе это и проблемы Запада, который потерял мягкую силу за последние годы. И для Запада это был на самом деле важный сигнал во время, в 22-м году, когда Запад понял, что не все страны присоединяются к санкциями. Западные лидеры начали задумываться, что мы сделали не так, почему нас не поддерживают многие страны, которые выбрали нейтралитет и не присоединились к нашей коалиции. Я не буду сейчас много об этом говорить, но полной изоляции Путина в этом смысле не будет. Но с другой стороны, надо помнить, что даже страны, члены БРИКС, даже Китай, который поддерживает Россию, так и не признали, например, даже аннексию Крыма, не говоря уже о том, что Россия считает себя хозяином четырех вновь приобретенных украинских областей. Хотя Россия продолжает торговать со многими странами, с Китаем, с Эмиратами, с Турцией. Эти страны, хотя они присоединяются к санкциями, но не считают агрессию Путина законной.